Эксплуатация и ремонт электрического транспорта Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим 18 лекцию на тему Ремонт разъединителей и кнопочных выключателей рубильников Ремонт резисторов, печей, обогревательных колориферов Ремонт вспомогательных аппаратов На этом занятии мы рассмотрим три вопроса Ремонт разъединителей и кнопочных выключателей рубильников Ремонт резисторов, печей, обогревательных колориферов Ремонт вспомогательных аппаратов В лекции была использована литература технологии ремонта электроподвижного состава Учебник Петропавлово-ЮП 2006 года на страницах 384-401 В этой лекции мы не будем рассматривать конструктивные особенности Разъединителей, кнопочных выключателей, рубильников, резисторов, печей, обогревательных колориферов Вспомогательных аппаратах Это вы уже все изучили в дисциплине электрооборудования электроподвижного состава Перейдем сразу к ремонту Отключатели тяговых электродвигателей и ножевые разъединители цепей управления Относятся к разряду наименее редко используемых аппаратов Так как их применяют только в аварийной ситуации или каких-либо других аналогичных случаях Например, ввод электроподвижного состава в депо От наружного источника питания и так далее Поэтому вероятность отказа выхода из строя в эксплуатации невелика Кнопочные выключатели эксплуатируют наиболее часто Их конструкция сложнее и более хрупкая Тем не менее, у всех этих аппаратов возможные повреждения по многим показателям схожи К основным неисправностям данных аппаратов относятся Это загрязнение контактных поверхностей и изоляторов Ослабление шарнирных соединений или крепления деталей Излом, прогар и образование трещин в основании или элементе Нарушение основных параметров контактов При технических обслуживаниях и текущих ремонтах ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТР-1, ТР-1Р и текущий ремонт 3 Разъединители и отключатели цепей управления В основном подвергают визуальному осморту Если при этом выявлены наружные дефекты Или была сделана запись в журнале технического состояния локомотива Формы ТУ-152 об их неисправностях То выполняет необходимый ремонт аппаратов Во время обслуживания и ремонта электропоездов Начиная с ТО-3, вплоть до текущего ремонта третьего объема, осматривают разъединители ножевого типа, проверяют целостность изолятора, крепление проводов и положение ножей. После этого разъединители и их зажимы протирают салфетками и смазывают техническим вазелином. На текущем ремонте ТО-3 отключатели тяговых электродвигателей и кнопочные выключатели с электровозов отечественного производства снимают для осмотра и ремонта и передают в аппаратный цех. Разъединители и выключатели цепей управления ремонтируют без съема с локомотива. Окончательный объем ремонта узлов и деталей определяют по их фактическому состоянию, а также по заключению на основании данных средств технической диагностики. На электровозах серии ВЛ при осмотре разъединителей, отключателей и переключателей ножевого типа заменяют дефектные детали. Подвижные контактные пластины ножи должны плотно входить между пластинами неподвижных контактов и обеспечивать линейное касание с обеих сторон не менее 80% от их длины. А натяг между главными контактами должен соответствовать нормам допусков и износов. Изоляционные стойки и изоляторы со сколами и трещинами заменяет. При незначительных перекрытиях электрической дугой защищает и покрывает электроизоляционной эмалью. Изношенные свыше нормы при толщине менее 0,6 мм. Вспомогательные контакты заменяет, а подгоревшие защищает. Затем выставляет их основные параметры значения, которые приведены в таблице, которая показана ниже. В таблице показана номинальное напряжение, номинальный ток, раствор вспомогательных контактов, провал вспомогательных контактов. Механические приводы В пакетных выключателях заменяют неисправные и изношенные детали и закрепляют ослабшие провода. О качестве ремонта в исправном состоянии пакетных выключателей судят по четкой фиксации положений, производя прозвонку внутренних цепей. У разъединителей и переключателей с кленовыми контактами проверяют толщину ножа в рабочей части 10-8 мм. Толщину пружинящих контактов в местах соприкосновения с ножом 3,2 мм. А также нажатие пружинящих контактов, которое должно быть 50-45 ньютонов. Затем добиваются плотного прилегания контактных поверхностей ножей и щек, которое должно быть не менее 80% от полного, а зазор между щеками при выключенном ноже не более 50% толщины ножа. Поврежденные и потерявшие свои характеристики пружины заменяют. Если во время осмотра в шарнирных соединениях были обнаружены следы перегрева цвета побежалости металла, то данный шарнир полностью разбирает и выполняет его ремонт с заменой дефектных деталей. Поврежденную изоляцию восстанавливают методом пропитки с последующим покрытием поверхности электролизационной эмалью. На замененные провода наносят маркировку. Шарнирные соединения разъединители и переключатели со следами перегрева полностью разбирают, заменяют дефектные элементы, а затем, руководствуясь инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах и мотор вагонном подвижном составе, на ножи и шарниры наносят смазку. Отремонтированный и собранный разъединитель-переключатель проверяет на четкость фиксации положений. Применяемые на электропоездах и электровозах серии ВЛ выключатели цепей управления и кнопочные выключатели по своей конструкции однотипны, поэтому технологии выполнения их ремонта одинаковы. Проверку технического состояния, ремонтные работы и испытания аппаратов необходимо выполнять с соблюдением установленных требований безопасности к технологическим процессам, оговоренных правилами и инструкциями по охране труда. Электромонтажные или ремонтные работы, выполняемые непосредственно на электроподвижном составе, должны производить не менее двух аттестованных работников с применением годного проверенного инструмента в приспособлении индивидуальных средств защиты. А теперь перейдем к следующему вопросу. Ремонт резисторов, печей, обогревателей и колориферов. Во время движения электроподвижного состава резисторы и нагревательные аппараты подвержены резким перепадам температур и ударным воздействием. К основным неисправностям резисторов, печей, обогревателей и колориферов можно отнести следующее. Это загрязнение и, как следствие, пережоги спиралей накаливания или нагревательных элементов. Ослабление крепления контактных соединений Пробой на корпус Возникновение трещин и изломов изолятора Обрыв шин заземления В пусковых резисторах возможно обрывы фехралевой ленты Перекрытие, излом или образование трещин в изоляторах и изоцеленных трубках А при ослаблении крепления ящиков Из-за обрывов нарушение единой электрической цепи Пробой на корпус происходит при поврежденном Дене наружного слоя изоляции Или понижении ее сопротивления За время выполнения технического обслуживания ТО-1 Локомотивная бригада Визуально убеждается в исправности резисторов А с постов управления локомотивом Проверяется работа электропечей Колориферов И обогревателей стекол Дополнительно к перечисленным видам работ На электропоездах проверяют действия системы вентиляции При выполнении ТО-2 на пункте технического обслуживания Локомотива или пункте технического обслуживания Электровоза Электропечи Электрические колориферы Обогреватели клапанов продувки главных резервуаров Картеров, компрессоров и лобовых стекол Подвергают осмотру или ремонту Только при наличии явных признаков неисправности Либо если присутствует запись в журнале Технического состояния локомотива Форма ТУ-152 о неисправном дефекте Во время технического обслуживания ТО-3 на электровозах И мотор-вагонном подвижном составе Осматривая резисторы Силовые, ослабление возбуждения Демпферные и пусковые резисторы Вспомогательных машин Убеждаются в исправном состоянии И надежности крепления их элементов Изоляторов, подводящих кабели и перемычек Соединительных шин Дефектные детали заменяет А ослабленные закрепляет Выполняет текущий ремонт ТР электровозов Дополнительно к работам Предусмотренным техническим обслуживанием ТО-2 или ТО-3 Производят ревизию колориферов Отопления кабин и салонов На электровозах И мотор-вагонном подвижном составе При осмотре силовых, демпферных И пусковых резисторов Контролируют состояние И крепление подводящих кабелей Перемычек, изоляторов А также фехралевых лент Ящики или шахты пусковых резисторов Очищают от загрязнений Изоляторы протирают салфетками Элементы со сгоревшими фехралевыми лентами Перемычки и изоляторы с трещинами Или другими серьезными дефектами Сколы, обрывы заменяют Для восстановления оборванных ленточных резисторов При условии сохранения значения сопротивления В пределах нормы Допускается сварка С применением в качестве присадочного материала Латуни L63 Резисторы типа КФ Разрешается оставлять без замены С осколами, ребристых изоляторов И с различного рода кораблением Если это не приводит к замыканию Соседних витков спирали Или с соседними резисторами А расстояние между ними Составляет не менее 10 мм Затем в доступных местах Контролируют надежность и крепление шпилек Демпферные и бусковые резисторы Вспомогательных машин Осматривают при снятых ограждающих сетках При этом резисторы, имеющие обрыв спирали И оплавление, также подлежат замене При проверке рабочего состояния колориферов Отопления Из стеклообогревателей кабин управления Заменяют неисправные нагревательные элементы Изгоревшие нити накаливания После этого в электрических печах Колориферах и обогревателях Заменяют сопротивление изоляцией Аппараты с пониженным сопротивлением Подлежат дополнительному ремонту В электропоездах, помимо перечисленных Высшей работ, осматривают и проверяют Состояние воздуховодов, вентиляционной системы И ряда других обогревателей На электровозах и электропоездах Новых серий или прошедших капитальный ремонт КРП Капитальный ремонт с продлением срока службы Дополнительно осматривают и ремонтируют Двигатель кондиционера С проверкой состояния коллектора, щеток и ревизии клеммной коробки Регулируют натяжение ослабленных приводных ремней Проверяют действия холодильного агрегата Кроме того, в процессе осмотра Обязательно убеждаются в исправности и заземлении Корпуса колориферов, кондиционеров и холодильных агрегатов Выполняя текущий ремонт в объеме ТР-3 На локомотивах и мотор-вагонном подвижном составе С установленными на них кондиционерами Производят ремонт холодильного агрегата С контролем в рабочем режиме хладагента Который при давлении менее 0,3 мегапаскаля Добавляет в систему Затем в электродвигателе кондиционера Осматриваемом без съема с электроподвижного состава Проверяет состояние щеток и коллектора Обнаруженные дефекты устраняет Текущий ремонт в объеме ТР-3 Кроме работ в объеме ТР-1 и ТР-1Р Включает в себя демонтаж пусковых резисторов На этих видах ремонта проверяют состояние элементов резисторов Их изоляторов и шайб Трещины в сварных швах выводных концов заваривают При обнаружении трещин, наплывов и других дефектов На фехралевой ленте или держателях А также подгаров на изоляторах ленточных Но и резисторы заменяют новыми Деформированные витки ленты выравнивают С предварительным нагревом до температуры 600-700 градусов по Цельсию Допускается эксплуатация резисторов ленточного типа У которых лента сварена не более чем из трех кусков При условии, что их активное сопротивление Не превышает нормативное значение Отклонение от номинального значения допускается не более плюс-минус 10% Если полученное сопротивление не отвечает техническим данным То для достижения необходимого значения Крайние витки ленты сваривают латунной проволокой Ребристые изоляторы с трещинами и сколами в ребрах заменяют Трубчатые резисторы осматривают С целью выявления нарушения их целостности И состояния крепления Резисторы с поврежденными каркасами В том числе с нарушением глазури Дефектными выводами Или имеющими уменьшенное сечение гибкого вывода Более 10% От номинального значения При отклонении амического сопротивления От нормативных значений Подлежат замене Дефектные медные и меканитовые шайбы Также заменяют Электропечи, колориферы и обогреватели Разбирают Детали очищают от загрязнений Затем у элементов проверяют сопротивление Которое должно соответствовать техническим данным Элементы имеющие обрыв выводов Корабление и вмятины Заменяют Кожуха печей Выправляет и производит окраску При установке на рабочие места Печи и колориферы Надежно заземляют Относительно кузова электроподвижного состава И проверяет исправность блокировочных устройств После этого контролирует После этого контролирует исправное состояние электрических обогревателей клапанов продувки главных резервуаров, картеров и компрессоров, лобовых стекол, санитарно-гигиенического узла и другие Поврежденные обогреватели заменяют или ремонтируют После выполнения ремонтов проверяют сопротивление изоляции элементов относительно ящика и ящика относительно кузова Испытание изоляция повышенным напряжением производится при положительных результатах измерения сопротивления изоляции Для испытания на электрическую прочность пусковых резисторов электропоездов между их элементами и корпусом подают напряжение 8000 Вольт переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты Испытательное напряжение для электропечей должно составлять 9500 Вольт при частоте 50 Гц в течение 1 минуты Во время выполнения осмотров и ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования правил по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте тягово-подвижного состава Основная часть аппаратов на ремонтах с электроподвижного состава не демонтируется Поэтому прежде чем начинать ремонт необходимо обесточить контролируемую цепь А при отключении каких-либо разъединителей на их рукоятке повесить предупредительные таблички с надписью «Не включать! Работают люди!» Лампы в переносных светильниках должны быть рассчитаны на максимальное напряжение 36 Вольт и иметь защитные кожухи А теперь поговорим о ремонте вспомогательной аппаратуры Электропневматические клапаны токоприемников, защитные вентили, звуковые сигналы, песочницы и блокировочные устройства безопасности Работают от сжатого воздуха под давлением 0,5 МП И питательного напряжения цепи управления 50-60-110 Вольт Напряжение в этих аппаратах нужно лишь для подачи питания на катушку, включающего вентиля Который, в свою очередь, сообщит общую пневматическую цепь управления с конкретным аппаратом И будет поддерживать его работу в таком состоянии до тех пор, пока с катушки, включающего вентиля, не будет снято напряжение Осмотр, ремонт и испытания электропневматических вентилей Рассмотрим ранее, откуда следует, что вентили должны обеспечивать нормальную работу При минимальном давлении воздуха 0,35 МП и напряжении 30 Вольт Поэтому при рассмотрении данной темы основное внимание будем уделять способам обнаружения возможных неисправностей И ремонту пневматической, а также механической части аппаратов Для пневматических аппаратов цепи управления характерными неисправностями являются следующее Засорение воздушных трубопроводов, фильтров, влагомаслоотделителей или их перемерзания в зимнее время Засорение перепускных клапанов и электропневматических вентилей Повышенный износ или излом различных деталей аппаратов Утечки воздуха по неплотностям Нарушение или ослабление креплений При выполнении технического обслуживания ТО-1 во время приемки электроподвижного состава Визуально убеждаются в том, что в аппаратах отсутствует явная утечка воздуха И механические повреждения от двери высоковольтных камер и люков подъема на крышу надежно закрыты Нормальный подъем и опускание токоприемника свидетельствуют об исправном действии защитного вентиля Пневматических блокировок высоковольтных камер и крышевых люков, а также клапана токоприемника Для того, чтобы полностью убедиться в исправной работе клапана токоприемника на электропоезде Так как он импульсного действия, подъем и опускание токоприемников необходимо проверить из разных кабин управления При поднятом токоприемника пневматические блокировки дверей, высоковольтные камеры и люка подъема на крышу Должны войти своим штоком в паз на двери или люка и обеспечить надежный их запор То есть исключить возможность захода в камеру или подъем на крышу локомотива под напряжением Согласно правилам технической эксплуатации железных дорог, не допускается Выпускать в эксплуатацию электровозы и мотор-вагонно-подвижной состав, у которых имеется хотя бы одна из следующих неисправностей Не работает прибор для подачи звукового сигнала Не действует система подачи песка Не включается прожектор Буферный фонарь Освещение Не работают контрольные или измерительные приборы Неисправна защитная блокировка Высоковольтные камеры Неисправен токоприемник Во время выполнения технического обслуживания ТО-3, кроме работ предусмотренных в объеме ТО-2 Устраняет выявленные неисправности И в соответствии с инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах и мотор-вагонном подвижном составе Осуществляет смазку узлов и деталей Проверяет цепи освещения кабин управления, коридоров, ходовых частей, буферных фонарей и прожекторов Убеждаются в исправном их действии В случае необходимости электрические цепи восстанавливают А перегоревшие лампы и разбитые защитные стекла заменяют Обращает внимание на исправность внутрикузовных и наружных розеток Контролирует работу вентилей, клапанов и самих аппаратов, тифонов, песочниц, стеклоочистителей и токоприемников Которые после устранения неисправности регулируют При проверке работы токоприемника на подъем и опускание Убеждаются в отсутствии утечки воздуха в кневмоприводе Также подлежат осмотру блокировки сеток, высоковольтные камеры и лестницы подъема на крышу Осмотр и ремонтные работы электропневматическим аппаратом Необходимо выполнять по строгам соблюдения правил техники безопасности Перед началом работы электрические цепи должны быть обесточены Их воздушных резервуаров полностью выпущен в воздух А пневматическая цепь аппаратов управления отключена от питательной цепи При проверке катушек, электропневматических клапанов и защитных вентилей Тестером присоединять прибор к проверяемому аппарату следует с помощью щупа одной рукой Другая рука должна быть свободна Используемые для осмотра и ремонта цепей освещения и блокировочных устройств Приставные лестницы или стремянки должны иметь табличку с указанием на ней инвентарного номера и даты следующего испытания Металлические лестницы и стремянки в процессе эксплуатации должны испытываться один раз в год А деревянные один раз в полгода Мы с вами рассмотрели ремонт разъединителей, кнопочных выключателей, резисторов, печей, обыгревательных колориферов, вспомогательных аппаратов Для более полного усвоения материала можно воспользоваться предложенной литературой Петра Павлов Технологии ремонта электроподвижного состава Модулем или учебно-методическим комплексом дисциплины Для лучшего усвоения вам необходимо письменно ответить на следующие вопросы Основные неисправности отключателей и разъединителей цепи управления Работы, выполняемые при техническом обслуживании отключателей и разъединителей цепи управления Работы, выполняемые при текущем ремонте отключателей и разъединителей цепи управления Основные неисправности резисторов и нагревательных аппаратов Работы, выполняемые при техническом обслуживании резисторов и нагревательных аппаратов Работы, выполняемые при текущем ремонте резисторов и нагревательных аппаратов Основные неисправности пневматических аппаратов цепи управления Работы, выполняемые при техническом обслуживании пневматических аппаратов цепи управления Работы, выполняемые при текущем ремонте пневматических аппаратов цепи управления И правила безопасности при проведении осмотров и ремонтных работ электропневматических аппаратов Спасибо за внимание и удачи вам!